Какие итоги после этого матча? Вернуться в игру и создать какие-то моменты, но не получилось. Вы сегодня выглядели здорово. Доволен собой? Я, естественно, недоволен собой, потому что в первую очередь мы играем в команде, поэтому если команда проиграла, значит, я не могу быть доволен собой. Если бы команда выиграла, конечно. Было ощущение, что больше давление шло не через ваш фланг, а через противоположный? Ну, я просто, когда посмотрим игру, да, в повторе, и уже будет видно, через какой фланг, не фланг, это уже не имеет значения. Игра прошла, надо двигаться дальше. И, конечно, обидно, что проиграли. Что нужно сделать сейчас, чтобы восстановиться эмоционально в первую очередь, ну, физически тоже, во-первых, перед игрой в Самаре, во-вторых, перед ответной встречей? Конечно, надо восстановиться в первую очередь. И сейчас, я считаю, нет правила на ошибку, и надо продолжать работать и брать три очка в ближайших играх. Слава, может быть, в конце немножко не хватило сил, в конце, в середине второго тайма? Да нет, сил хватало. Тяжело сказать на данный момент, может быть, где-то концентрации не хватило, агрессии, вот, и за это поплатились. Второй гол, это скорее то, о чем вы сказали, что немножечко было сложнее войти, вернуться в игру, или все-таки очень здорово пробил игрок Лейпцига? Ну, я еще, на самом деле, не видел повтор, но в игре было видно, да, то, что здорово пробил, но, действительно, после гола тяжело было вернуться в игру, но пытались, старались, бились, но так сложилось. Перед этим Олег Шатов мог забивать, и вот как раз после этого пошел второй, это футбольная классика, не забиваешь ты, забивает тебе. Там, по-моему, был офсайд, точно не помню, вроде офсайд подняли, поэтому, даже если бы забил, я думаю, судья бы отменил, вот, и потом еще был, у меня тоже момент был, если бы Парасторок не сыграл, мог бы забить левой ноги, когда бил, вот, поэтому были какие-то полумоменты, из которых могли выжить голы, опасные моменты, но не выжили, к сожалению. Ну, вот, глядя, теперь уже знаю, что такое Лейпциг, дома, как считаете, есть большие шансы на хорошее? Конечно, конечно, шансы всегда есть, тем более дома, при своих болельщиках, будет попроще, и, опять же, повторюсь, нет права на ошибку, надо выигрывать сейчас только победу.